Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! С вами «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Я Роман Дусенко. Сегодня первый эфир после Нового года. И мне очень приятно, что в студии Андрей Ковалёв. Андрей, привет! Доброе утро! Огромное тебе спасибо! Мы с тобой собирались сделать эфир до Нового года, но всякие разные ситуации передвинулись. Но, к счастью, мы сейчас здесь. Знаешь, я первый раз, когда тебя увидел в подсолнухах и на этом мероприятии, где ты и пел со сцены, и говорил, и ребят к тебе приходят, я понял, что явно в тебе очень много энергии, которой можно поделиться. Когда я начал читать, я тебе узнал, что настолько много всего для разогрева небольшого, может быть, как ты вообще пришёл, как ты оказался здесь сейчас, если так смотреть на самые главные события твоей жизни? О! У меня было столько всяких событий. Я не знаю, вот есть люди, которые боятся перемен. Вот они всю жизнь занимаются. Это не значит, это хорошо или плохо, они всю жизнь занимаются одним и тем же. У меня всё время меня бросает из стороны в сторону, и иногда это даже от меня не зависит. Но вот семья, где мама 35 лет пела в Большом театре, поэтому жизнь предопределена. Папа был военный. Военный, да. Это оркестр Большого театра, музыкальная школа имени Дунаевского, потом должно было быть училище, Мерзляковское училище, и дальше в оркестре Большого театра. Кстати, мой приятель Лёня Смелов, с которым мы за одной партой сидели, он до сих пор в оркестре Большого театра играет на контрабасе. То есть, вот в этой оркестровой яме-то вот… Ну, отец не хотел. Раз, и вдруг автодорожный институт. Диаметрально. Фанат мотоциклов я вот с тех пор. А первый мотоцикл как появился в твоей жизни? Первый мотоцикл – это бабушка с папой, скинулись вместе в рассрочку, мне взяли мотороллер Тула. Да, я помню, был такой. Точно такой же стоит в подсолнухах, такого же цвета, который мне тогда брат нашёл и подарил на день рождения. Так вот, потом, а я всё время лепил, рисовал, резьба по дереву как-то в каком-то пионерлагере, и раз так увлёкся серьёзно, что уже к моменту, когда я кончил институт, я уже понимал, что я буду делать мебель, я буду скульптором, и я год не выходил по распределению после института, и вот мой первый заказ, мой первый бизнес, это 1979 год, я сделал такой очень красивый на заказ сосновый такой буфетик за 350 рублей. Ого, но это были хорошие деньги. Да, и потом я начал делать какие-то столики инкрустированные. А тебе нравилась сама текстура дерева, как с ними работать? Да, я резчик по дереву, осталось 3 вещички с тех времён, они у меня дома стоят, когда у меня бывают какие-то телеканалы, я так показываю, эти вещички, случайно сохранились, потому что там что-то уж не помню. Это стал бизнес, то есть всё-таки история лидерства в бизнесе, это что? Это стал бизнес, но это скорее было такое ремесленничество, как сейчас говорят, я был самозанятый, могли посадить в те времена, там пожёстче было, чем сейчас, отношение к самозанятым, так вот, а потом, когда появился закон о кооперации, я открыл один из первых кооперативов, и я, конечно, себя лидером не считал, но вот, кстати, как проявляются лидерские качества, вот открыл первый кооператив. Напомни нашим слушателям, что такое кооператив, потому что не все это помнят. Мне очень интересно, это первая форма создания бизнеса, первая форма, она была, поскольку это ещё был социализм, был ещё СССР. Это какой год, в 80-е? Это 87-й. 87-й год. Это перестройка. Закон Горбачёв, закон о кооперации. То там было, там, не было частного бизнеса, я не мог стать хозяином и открыть свою фирму, ещё не мог. Мы могли собраться там 5 или 7 человек и создать кооператив, кооперативом были все равны, и голосованием избирали председатели, и точно так же могли убрать. И вот я не знаю, это был, через полгода работало уже человек 500 у меня, но вот это было примерно через 2-3 месяца, первое событие. Когда я взял на работу одного парня, как сейчас помню, я собирал такие. Поначалу у нас был кооператив, который занимался художественной мебелью. Потом я уже нашёл несколько бизнес-идей, они превратились уже в мебель, которая стояла на потоке. Так вот, этот парень задумал переворот. Внутри кооператива. Слушай, ребята, ну что вы, блин, Ковалёв, давайте меня выбирайте, председателем, я буду платить вам в 2 раза больше. Ничего себе. И мне пришлось провести комплекс, к частью он уговорил людей, я со всеми переговорил, объяснил, что их ждёт в случае, если они выберут его, а это был просто больной человеком. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот эти 500 человек, это тоже были дольщики кооператива, и они все остальные или это нанятые на работу? Конечно, естественно. Кооператив не мог нанимать на работу, это они все совладельцы, то есть, большое, по сути, акционерное общество. Да, да, и другого варианта тогда не было. Так вот, и всё-таки на голосование, значит, все проголосовали за меня, и всё сохранилось. Но вот эта вот мобилизация, то есть, лидер должен уметь убеждать людей, и в какие-то острые моменты людей мобилизовать на работу. Но это был первый опыт такой, он был тяжёлый, или тебе это легко далось, как будто естественно продолжение у тебя. Во-первых, ну, это были совершенно другие времена, надо это понимать. Когда меня спрашивают, Андрей, каким бизнесом заняться сейчас? Каким хочешь, да? Нет, нет, каким хочешь, но всё занято. А в те времена, ну, я думаю, что наши пожилые слушатели и зрители, они помнят, наверное, что, допустим, за мебелью люди стояли годами и по чередям. Запись была. Запись была. Запись. Помнишь? 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 Там, Кирилл Советского Союза, не можешь помочь ему сделать мебель со скидкой. То есть, вы делали прямо мелкосерийное производство? Ну, оно уже, у меня было уже порядка, сейчас я уже не вспомню, там, от 9 до 12 филиалов крупных по всей Московской области, и мы производили. Я придумал тогда, были очень популярные угловые кухонные диваны, за которыми, опять же, надо было стоять четыре года, югославские, чешские, и начали уже делать кооперативы, такие пародии, но они были в собранном виде. А я придумал по методу Икеи три упаковки, такой пакет с болтами, инструкции по сборке, и я их по всему Советскому Союзу. Слушай, вот наша страсть к собирать, всё-таки у нас инженерное население. Вплоть до Таджикистана, но я был инженер, да, ещё я не знал, что такое Икея. Потом уже пошла мягкая мебель, корпусная, потом вышли на большие объёмы, но так примерно совпало падение уже, конечно, молодцы люди, которые сделали в 1991 году реформу, что произошло, отпустили цены, и мебель, за которую люди платили, допустим, две цены, три цены, это прямо было так, можно купить было только из-под пола, реально, если ты ходил. Осталось в магазине. Осталось всего. Автомобили, мебели, одежда. Я джинсы, помню, покупал за 250 рублей. Да. При их реальной цене, допустим, 6 рублей, я покупал за 250, ну или там 8 рублей, они реально должны были стоить. Так вот, и мебель, за которую вы стояли в очереди, вы могли её купить, но по такой цене, по такой уже купить было трудно. Ну да, уже цена была другая. Она перестала быть дефицитом, слово дефицит вообще исчезло, прошло. Из-под полы ушло, и стало, конечно, работать гораздо сложнее. Это был первый такой кризис серьёзный с точки зрения бизнеса? Да, конечно, 91. Я могу сказать, что лучшее время для бизнеса это было с 87-го до 91-го года. Пустой рынок, налог 2%, кредит 2%. Кассовый аппарат, по-моему, даже не было, да? Банки не знали, что такое залог, слова такого не было – залог. Ты приходил, заполнял вот такую форму и получал, я помню, я купил там что-то 3 Маза и 3 Зила, что-то такое, вспоминаю, получил кредит, я уж сейчас не помню, жил соцбанк или профстройбанк, было там 2 банка таких, Сбербанка ещё как бы и не было, Сбербанк не занимался вообще. Он только физиков кредитовал. Да. И ещё не уверен, что кредитовал вообще тогда физиков. Это были совершенно другие времена. Абсолютно верно. Андрей, а вот когда первый управленческий опыт возник, когда впервые задумался о менеджменте, об управлении? Вот это когда у меня было, это, кстати, как относится, я же читаю сейчас такие бизнес-лекции, но как бизнес-волонтёр такой, абсолютно бесплатный, а не жулик, как эти Портнякина, Шабудина, бизнес-молодость, жульё всё. Так вот, в момент, когда у меня уже появилось несколько филиалов уже, мебельно-производственное объединение такое… То есть, это же уже система была бизнеса. Реально, это, знаешь, я немножко… Смотрите, вот такое время, ты хочешь… Это было время очень странное. Ну, например, вот ты производишь мебель, а где купить материалы? Только в магазинах хозторга. Вот я специально ездил, ловил, договаривался, чтобы купить ДСП. Где купить ткани? Разрешили предприятиям. Вот я нашёл какие-то предприятия. За ДСП ездил по всему на этом ЗИЛе, искал сам, из чего сделать там. Так вот, и далее было такое территориальное мебельно-производственное… Ну, в общем, короче, концентр мебели, главка. Все предприятия Центр России объединены. И им спустил Горбачёв нереальный план. По выпуску товаров нового потребления увеличили план в два раза. А странное дело, что предприятия тогда, это советские же были, они не хотели делать больше. И вдруг появляюсь, я говорю, я возьму. Единственный, по-моему, случай в истории СССР, когда частное предприятие взяло государственный заказ, я по плану получал в Госнаб Советского Союза, ходил, делал заявку, защищал. Тогда я был, как, знаешь, сейчас говорящий слон, понимаешь, появился. Тогда ещё предприниматели так относились. Я сделал такую некую… Это не афера. Это было… Вот я взял свои кооперативы, а было как? Если ты, как бы, типа, государственное предприятие, одно отношение, а частник. Другое. Говорящий слон. И вот я пошёл, а печати нельзя было, как сейчас, пошёл и заказал. Это же нам было разрешение. Разрешение в… Ксерокс. Разрешение надо было в милиции получать. Да. Был специальный отдел. Это да. И вот я пошёл, там был такой хороший майор. Я говорю, слушай, так и так, вот у меня… Мы разрешили создать объединение кооперативов. И вот я создал объединение кооперативов, мебельное производственное объединение. Я говорю, а если я не напишу кооперативов? Просто напишу, мебельное производственное объединение. Он говорит, да, пиши. Я говорю, а если я вот сейчас добавлю по краешку территориальное что-то объединение, там, центра мебель по кругу? Он говорит, ну, добавляй. А Министерство лесной промышленности Советского Союза? Ну, как бы, понимаешь, потому что, ну, как у всех печатей, да? Он говорит, добавляй. Я сделал такую печать. Эта печать мне тоже помогла. Я представляю, конечно. Потому, что я приезжал на любое предприятие, я генеральный директор. А у меня реально там, там, к тому моменту было, допустим, уже 6-7 больших цехов, которые работало. И каждый из них был таким вот этим самым кооперативом. Ну, в общем, интересное время. Так вот, менеджер, когда ты впервые столкнулся, задумался о том, что именно управлять людьми. Я просто взял, там, мебельное, попросил штатку, штатное расписание, схему мебельно-производственного объединения, ну, обычно, Шатур и мебель. И взял её, переписал, производственное отдел, там, это, это, и создал некое подобие. Сейчас я понимаю, что я, наверное, был неправ, но у меня не было опыта никакого. То есть, это единственное, что можно было взять. Я был мальчик, который умел делать своими руками красивую мебель. Всё, больше ничего. Но я вспоминаю всё-таки, я не люблю Советский Союз, не люблю, страшно. Но, ведь парадоксальным образом, там же было и хорошее в Советском Союзе. Вот почему мы оставили плохое, а хорошее выбросили. Ну, например, комсомол, пионерия. Я могу сказать, что это была серьёзнейшая менеджерская задача собрать, я был комсоргом группы, собрать комсомольские взносы. Согласен с тобой. Это было серьёзно, собрать ребят, деньги их сдать. Так вот, не случайно же, вот у нас был там парень, Иванов сейчас помню, он был у нас факультета комсоргом, потом института, потом его взяли инструктором врагом в ЛКСМ. Стал такую партийную карьеру делать. А потом он директором завода его назначил. Потом опять на какую-то партийную работу, потом директором крупного завода, потом это министерство. И так людей вели, вот вели, смотри. Кто-то задерживался в роли директора маленького завода, ну, потому что не было компетенции для того, чтобы там, возможности для того, чтобы расти дальше. А кто-то вырастал до крупного руководителя, министра там. Но не как у нас сейчас министры, которые как чёрт из табакерка вылетают, откуда они, кто они такие, понимаешь. Там было системно. Андрей, скажи, пожалуйста, вот после первого кризиса вот этого, 91-го года, когда ты говоришь, ситуация стала измениться, когда ты впервые почувствовал, что тебе нужно чему-то учиться в области менеджмента или лидерства. Вот когда впервые возникла осознанная потребность, что нужно этим заниматься. Я помню, я читал книги какие-то. Тарасов был тогда. Да нет, Тарасов вряд ли, у него не было книги, мы его знали, первый такой яркий предприниматель, который засветился вот этими взносами, он заплатил миллион рублей взносов. Так вот, сейчас не вспомню, какие-то американские книжки, как добиться, как влиять на других, я прочитал… Кстати, Корнеги. Корнеги, да. Первый был Корнеги. Корнеги, я прочитал с большим удовольствием. И, кстати, читая, я понимал, слушай, я всё делаю, как там написано. Больше я ничего не читал по бизнесу, никому не советую читать. Ничего не даст бесполезное заветение. То есть, а вот сейчас, оглядываясь туда, вот у тебя сейчас какой вот… учился ли ты когда-то управлять людьми, или ты всё-таки чувствуешь это всё внутри себя? Нет, это всё, я думаю, просто гены отца, всё-таки отец был полковником, если бы, конечно, мама его не заставила уйти из армии, значит, он, конечно, был бы генералом, у меня даже сомнения, потому что он такой военный человек до косточки прям был. Дед кулак, кстати, был, может, тут как-то гены проявились. Ведь страшная вещь, мы потеряли за эти 70 лет гены. Понимаешь, талантливый бизнесмен, предприниматель в 17-м году, и он или уехал, или был расстрелян, НЭП, или был расстрелян. В лагерях. Значит, в 17-м году крупный руководитель завода ни за что опять расстрелял. Успешный, причём обращали внимание на самых успешных. Ну да, да, и всё. Когда к тебе следующий виток успеха пришёл после 1991-го, имеется в виду не в творчестве твоём, потому что музыка – это как творчество, оно всю жизнь рядом с тобой, а именно в бизнесе. Ну, наверное, это первое. Я когда ушёл в заместителя министра, мы пригласили, то, конечно, это опять я говорю, что когда бизнес-тренеры вам советуют, что можно жить в Майами и руководить бизнесом, или, знаешь, как у них модно, выйти из операционки называется. Так вот, выйдя из операционки в России, вы теряете бизнес. Абсолютно. Практически автоматически. Сразу же практически. И вот я вышел из операционки в 1994-м году, я там два года работал замминистра, выйдя из операционки, конечно, без меня моё мебельное производственное объединение накрылось. И когда я вернулся к разбитому корыту, то я нащупал свою жилу, было два фирменных магазина, планово-убыточных, я их сдал в аренду, пошли деньги. Офис, естественно, освободился на 90%, центральный, потому что там производства мебели уже практически не было. Значит, я его сдал в аренду, пошли деньги. И я начал потихонечку там. Там подкупил, а тогда были такие аукционы, проводились Московым имуществом. По недвижимости. Да, в Москве ещё было в собственности много недвижимости. Я помню, да, мы покупали кинотеатр, помню, такого аукциона. И я вот пошёл, я начал там вот это всё покупать, брать кредит, сдавать в аренду, копить, но бизнес был просто нереальный. Я понял один из первых, что предприятие, остановившись, уже не работавший на тот момент, это офисный комплекс, это бизнес-парки, это торговые центры. Я, допустим, вот я говорю, Семёновскую 10 я купил за, например, за 140 долларов за квадратный метр, вложил 80 в ремонт, как сейчас помню, и сдавал в аренду за 350-400-500. То есть, окупаемость год была. Реально. Сумасшедшая. Я за полгода её всё отрабатывал, бывший завод отрабатывал. То есть, ты, по сути, в то время стал таким, как модно называть, девелопером сегодня. Да, но таким девелопером, который не строил, а реконструировал. Реконструировал, да. Да, и я так 1300 квадратных метров вот так отреконструировал. У тебя сейчас к этому бизнесу имеется какое-то отношение? Конечно. То есть, ты продолжаешь в нём. Группа компаний Кофис, которая была здесь написана, это один из крупных владельцев недвижимости, причём мы там попадали в рейтинги, даже интересно следить, там рейтинги, ну, допустим, не знаю, 2003-го Форбса, у них такие ведут каждый год, 2003-й, 4-й, 5-й, вот я там 35 миллионов долларов, 50-й, 70-й, 100 миллионов долларов, оборот, в год. Причём посмотрю, сейчас просто, а кто ты такой? Все же говорят, певец, командитор, артист. И вдруг я стал бизнесменом. Ну, я, знаешь, поющий олигарх, не нравится мне это название, я как бы так, бизнес был на заднем плане. А тут вдруг Ковалёв стал бизнесменом. Кстати, неожиданно, что на мои бизнес-лекции люди ходят больше, чем на мои концерты. Продокс. Так вот, и оборот написан в Форбсе 100 миллионов долларов, а смотрю, а 100 тысяч квадратных метров, а уже было 300. Я так начинаю вспоминать. Слушай, а сколько же было реально так? Вспоминаю. Слушай, а было где-то 150, может 160 оборот миллионов долларов тогда. Причём тогда это была твоя чистая прибыль, был отличный бизнес, налоги были маленькие, затраты на содержание были мизерные. Ну да, зарплата. Это сейчас налог на кадастры, он съедает 90% твоей прибыли. А тогда было всё. То есть, практически это было, знаешь, если сравнить, допустим, люди производят что-то, у них оборот, оборот, оборот. Орентабельность вот такая. А у меня вся была рентабельность моя. Но, конечно, если говорить о кризисах, в 99-й я там пережил спокойно, в 98-й, по-моему. В 97-м же доллар обвалился. В 98-й всё-таки. В 97-й? Ну опять, я говорю, в 98-й прожили так, было трудно, тяжело, но прожили. А вот 2008-й, 2009-й, конечно, ударил очень серьёзно. Я его встретил, имея кредит в размере 250 миллионов долларов. Ого-го. Да, но я могу сказать, что я просто видел чётко, абсолютно, весь бизнес-план был через 5 лет 4, 5, 6, 7 миллиардов долларов должно было быть. Понимаешь? Это объективно. Если мы не потеряли ту динамику, которая была в 2000-х годах резко, рост был просто колоссальный. Причём рост, он был основан не только на высоких ценах на нефть, потому что если мы вспомним 2013-й год, когда цены на нефть были очень, 115 долларов, но полное отсутствие реформ и экономический рост равен нулю, а вот тогда были реформы. И самое удивительное, что предприниматели ещё верили в то, что можно что-то делать и активно-активно развивались. Нет, я говорю, что и люди покупали бешеный рост спроса на автомобили. На недвижимость на автомобили. Я помню, мой приятель остановил продажи квартиры, у них была крупная фирма такая строительная, потому что за год там в 3 раза подорожали квартиры. Смысла не было продавать. А вот Андрей, смотрите, бизнес всё равно рос, появлялся масштаб бизнеса рос, должны были появиться какие-то люди, которые были рядом, помогающие управлять этим всем. Когда появились первые профессиональные менеджеры в команде? Получилось? Я же понимал, что я не крупный специалист, я раза 4 примерно брал консалтинговые фирмы, это вот в 90-е и, наверное, в начале 2000-х. На предмет чего? Для того, чтобы они нашли у меня слабые места, выстроили управление, но, наверное, раза 3. То есть, каждый раз я разочаровался, потому что, как правило, заканчивалось вот таким отчётом. Толстым. Толстым, где всё было, в общем, правильно написано, всё, но в жизни это не было внедрено. Потом я периодически, вот, допустим, я помню, в последний раз я взял специалиста по совершенствованию управления, это был, наверное, как раз 2007-й год, и в 2009-м я уволил, потому что у нас было дикое сокращение. Дикое. Мы её резали, все косты срезали. И потому что стало понятно, что уже не до совершенствования управления. И вот, кстати, парадокс, что я её 3 месяца назад взял на золото на работу. Ну, сейчас опять нужно там… То есть, сейчас чуть-чуть появился тоненький слой жирка… И нужно посмотреть на реформу. Я там, да, решил… Ну, во-первых, опять, у нас было много. Мы сделали одну из первых систем по управлению недвижимостью. То есть, я… IT. …выпил, да, видел у себя всё, все свободные площади, кому сдано, за сколько сдано, весь этот средство… Это такая ERP, внутренняя система первая. И сейчас, то есть, качество управления мы опять учим наших менеджеров по аренде, учим наш телефон, наш колл-центр и так далее, как правильно. То есть, сейчас тонкие… Позволяет, кстати, думать о приобретении. Опять. Это парадокс. Я увлёкся фудкортами, вот сейчас один построил, сейчас планирую второй, третий, хочу десять в этом году, и вроде как кризис и недвижимости должно быть много на рынке, а её нету. Хочу купить, а не могу купить, нечего покупать. Андрей, скажи, вот ты мне сказал, что люди ходят на твои лекции на удивление по бизнесу больше, чем на твои концерты, а вот чему ты учишь людей, на какие бизнес-темы ты рассказываешь, потому что очень интересно попытаться посмотреть, что это за темы сейчас самые актуальные. Это моя лекция, это такой некий набор, потому что приходят, к сожалению или к счастью, 70% новых. Каждый раз. И я вынужден сделать краткий курс, короткий, всех лекций, которые я прочитал. Я просто выбираю тему, как собрать команду, или как начать новый бизнес, какая-то тема. Какие твои темы самые любимые? Блин, кстати, я вот когда ехал к тебе по дороге, достал такой краткий текст такой, и посмотрел, у меня есть лидерство, у меня такая тема. У меня просто в конце лекции я даю такие советы. Конкретные. Советы. Конкретные. Слушай, ну вот нас смотрит вся страна, предприниматели самые простые, они и ждут от нас вот этой конкретики, мясо. Может быть… Смотри, ну вот конкретика как раз, она наступает, когда после лекции я отвечаю на вопросы. На вопросы. Мой рекорд до полпятого утра. Ого. Я отвечал на вопросы. Очень много людей. Это когда я спародировал Тони Роббинса, и вдруг я увидел в своём Инстаграме, это что-то безумное, понимаешь, там сотни тысяч людей. Ну, пародировать его легко, кстати. Любой там участник комеди-клаба его спародирует лучше, чем он сам. Так вот, и очевидно, на этом хайпе пришло очень много людей. Мы срочно убрали столы, пришло где-то полторы или две тысячи человек, просто был биток в моих этих полюбимых подсолнухах. Так вот, потом стало меньше приходить. Так вот, и каждый раз, приходя новые люди, я вынужден им рассказывать… Что-то повторять. Что-то повторять, да, потому что иначе не будет понятно. И что является этим ключевым, то, что ты представляешь всегда. С 21-го лекция, начало 8 подсолнух. Приглашаем, да. И я всё-таки считаю, я с самого начала говорю, что, ребята, лекция – это некая такая затравочка. Но она честная, я не говорю, что, ребята, вы сейчас займётесь бизнесом, утром у вас через месяц ламборджини там нет. Я говорю, как раз, ребята, бизнес – это страшное дело в России. Это вот на Западе, это может быть балет на льду, или даже бокс по правилам. У нас это уличная драка. Без правил. Тебе в любой момент сзади костетом в голову дадут, и всё. И вроде у тебя всё правильно, бизнес-план, всё просчитано, всё грамотно, всё чётко. Приняли закон, ввели налог на Кадасск, твой бизнес рухнул. Всё. Твоей вины нет в этом, ты всё сделал правильно. Так, первое – бизнес – это драка. Нет, то есть, в нашей стране бизнесом может заниматься. Ну, опять, знаешь, точно так же, когда мне пишут, Андрей, я хочу стать певцом. Для чего? Я хочу быть звездой, ездить на Rolls-Royce. Я говорю, не станешь. Певцом может стать и звездой тот, кто не может не петь. Если ты можешь не петь… Значит, ты не пей. Не пей. Да. Не пей. Я так солист помню, наш группа «Пилигрим» так говорил, ещё в далёком, в 75-м году. Не умеешь петь – не пей. Смотри, попытаемся выстроить некую локу. Бизнес – драка. Да. Бизнес должен заниматься тот человек, который без него жить не может. Первое – это тяга сильная, сильное желание заниматься. Бизнес ты хочешь, ты получаешь кайф. Во-вторых, свой бизнес надо любить. В-третьих, надо любить. Любить. Если ты не любишь свой бизнес, ходишь из-под палки, не получится. Можно влюбиться. Бизнес-планы, что я хочу занять первое место, быть самым главным по общественному питанию, ходить с этим всем рассказом. Это фуфло. Это не бизнесмен. Это фуфло. Бизнесмен, тот, который спит 4-5 часов, а всё остальное время посвящает и думает о своём бизнесе, как сделать. Даже если у него сейчас пока нет денег, он ищет возможности. Да. Но в то же время много смешных людей, которые пишут. И опять, я же говорю ещё раз, я не даю людям никакой иллюзии. Я не даю какой-то надежды. Я очень, может даже кого-то… У меня очень… Вот это чтение лекции родилось, в общем-то, из моих советов и консультаций моим друзьям и знакомым, которые приходили… Что делать? Андрюха будет, да? Вот так, так, так. Я говорю, слушай, не получится, потому что тот и тот. Кто-то прислушался, а кто-то нет. Кто-то нет. Кто-то нет. И проходил там год. Я вам потом говорил… Андрюха, блин, как ты был прав. Всё, блин, потерял. Всё, как ты говорил. И я точно также абсолютно честно отвечаю на вопросы, потому что я не имею права врать людям. И если я в чём-то не понимаю, я просто скажу, я не понимаю. Смотри, ты же говоришь, и до пяти утра отвечал. То есть, в принципе, можно выделить наиболее часто повторяющиеся блоки вопросов, которые… Ну, например, как отрыть бизнес, если у меня вообще нет денег? Нельзя. Нельзя. Почему? Потому что надо заработать. Там 500 тысяч рублей, надо работать на пяти работах, И тогда уже можно открыть бизнес. Ну, дальше у меня есть такая тема, там, партнёры, инвесторы. Или там такая тема, как развестись с партнёром и остаться живым. Очень важно. Давай про команду. Вот всё-таки мне очень интересно. Команда у меня тоже есть такая. Да. Вот ты говоришь… Первое. Первое. Что нужно сделать, чтобы первая была команда? Людей взять умнее, чем ты сам. Но ведь у нас все боятся брать людей, если ты умнее сам. Вот, если ты настоящий лидер, а мы же сейчас о лидерстве. О лидерстве, да. Настоящий лидер не боится взять команду людей умнее себя. У тебя вокруг тебя окружают люди сильнее тебя в менеджере. Да. Как ты их находишь? Откуда эти люди берутся? Ну, во-первых, отдел кадров ведёт плановую работу. Во-вторых, случайно. Я же в интернете довольно популярный человек. У меня очень много людей, которые пишут и предлагают, «Андрей, хочу работать в вашей команде». Через это приходят люди вот такие? И ты всем отвечаешь? Стараешься? Отвечаю всем. Вот был у меня пик, когда я трое суток не спал вообще. И просто работал. И вот я говорю, помнишь, когда я говорил, что Тони Робинс продержал? Да, да, да. И мне написали, не знаю, десятки тысяч людей, я ответил на все. Слушай, ведь каждый человек пишет, он вкладывает какую-то надежду, наверное, всё-таки. Не, ну, понимаешь, там понятно, что есть люди, которые пишут, у которых трагедия. Ну, это да, да. Ещё что-то там, всё бывает в жизни, которые надеются на то, что я помогу. Значит, дальше. Самый ценимый человек в команде тот, который вас жёстко критикует. Ух ты! Критик. Понятно, что это неприятно, вы, кажется, придумали, так классно, так гениально, а он говорит, слушай, нету гениальности. Но критикуют подкрытую, а не за спиной за твоей, Подкрытую, да. А если за спиной? Типа там посидел, поулыбался, на встрече не вышел. Если вы настоящий лидер, то люди будут вас критиковать открыто. И вот таких надо людей. Второе. Листецов гнать. Никогда не забуду. Ну, сейчас уже можно говорить. Юрий Михайлович играет в футбол. В команде его члены команды, руководители, вице-мэры департаментов и бизнесмены. И старые футболисты, которые заслужены мастера спорта. Они играют по-честному. Да, они играют. Ну, по-честному. Юрию Михайловичу пас, он обводит одного, второго, третьего, четвёртого, бьёт ворота, вратарь в другие стороны, забил гол. Я говорю, Юрий Михайлович, не буду называть фамилию известного в прошлом. «Как ты гениально, ты же как Пеле». Он говорит, «Да-да, я как Пеле». Второй, Андрей, как Юрий Михайлович. Вратарь говорит, Юрий Михайлович, я же видел, ты в этот угол бил. Как же ты вот… «Да-да-да, я в этот…» Я бы, допустим, сказал, «Слушай, всё, пошли играть дальше». А он верит в то, что он Пеле. Понимаешь? Это опасный момент. Я очень люблю Юрия Михайловича, он потрясающий человек, мы с ним часами говорили вообще о жизни. Но вот это я заметил. Вот есть такая черта. Но у нас многие есть и хоккей, и бадминтон играют. Люди любят, когда им льстят. Да, это плохо. Руководитель. Это плохо. Надо вот это в себе, значит, льстецов гнать, а критиков оставлять. Окей, что ещё? Какие функции ежедневные ты должен, как лидер, делать со своей командой, чтобы двигать вперёд? Надо делегировать полномочия, но жёстко контролировать. Менеджеры воруют сейчас, это проблема. Делегировать, но контролировать. Выгоняю периодически, иногда даже с мордобоем. Я человек горячий, могу его резать. Как оказалось, мордобой у нас после того, как я Казаченко два раза в морду дал, 5000 рублей – один удар. В принципе, можно себе позволить. Казаченко – это какой-то… Ну, там какой-то там артист, который меня некрасиво обозвал. Это в прямом эфире. В прошлом очень популярном. Телеканал России. Телеканал России. Ещё, всё-таки очень важно, чтобы ты сегодня поделился такими вещами, чтобы люди, услышав, сказали, так, вот это мне надо делать, и крутить в команде. Значит, просто надо запомнить, что лидеров не назначают, лидерами становятся. И даже если ты хозяин своей фирмы, ты собрал, понимаешь, это не значит, что ты лидер. То есть, может быть, и другие лидеры. Я знаю огромное количество, где вроде как он хозяин, но он не лидер. Кстати, это талант – найти такого неформального лидера в своей команде. Это часто бывает, когда вроде как начальник отдела есть. Но к нему все прислушаются. Большого отдела. Нет. Начальник отдела, ты назначил умного. А там есть другой человек. Этот вроде как формально руководит, а люди слушают другого совершенно. Он. И вот важно найти того, и его назначить на это место. Потому, знаешь, часто бывает, есть такие, которые, знаешь, своих родственников, знакомых, друзей. Это вообще, мне кажется, очень опасно. Это вообще, я говорю, никогда не создавайте партнёрство с друзьями, потеряйте друзей и деньги. Ни в коем случае. С родственниками тоже осторожно. Я, у которого бывшая жена, коммерческий директор. До сих пор? Да, разводясь, надо уметь сохранять хорошие отношения с бывшими жёнами. Всё. Это тоже мастерство. Ну, это тема отдельно для другой программы. Да. Как чувствовать людей, что это твой человек? Вот, когда приходит тебе человек на команду? Ну, там, работаете? Ну, это уже какая-то интуиция. Ну, для меня всегда интересы дела стоят. Человек может быть тебе не симпатичен. Кстати, я так могу открыть секрет. Первое, как определить, лидер ты или нет. Если у тебя есть борода и очки, значит, ты лидер. Спасибо тебе большое. У нас тут практически три лидера. Так вот, надо, конечно… Особенно проявляются в кризисные какие-то моменты. Лидер ты или не лидер. Потому что, если кризис, да, и пришло там, или оврал, а вся наша жизнь, особенно 19, это будет кризис, оврал, то вот как раз и проявляются, лидер ты или нет. И ты должен быть с людьми. Нельзя прийти там, ну, допустим, какой-то, получили бы крупный заказ, надо трое суток работать день и ночь, и не больше говорить, так, значит, Вася, ты это делаешь, ты это делаешь, и сам пошёл там курить и бухать коньячок. Ты должен быть с людьми в такие моменты. И плачем вместе и радуемся вместе. У меня было два-три раза, когда я там трое суток с людьми вместе сидел, там, забивал гвозди, мыл, там, тёр, да. И недавно мы открывали подсолнухи, я сказал, через два дня открытие. И ты сам тоже… Все ржут, говорят, Андрей, да ты чё, блин, какой там, ничего нету. И вот мы двое суток без перерыва, значит, я снял, ну, со всех объектов, слава Богу, у нас много людей работает, снял, всех направил на этот, и мы всё сделали, я сам вместе с ними, а по-другому нельзя. Если бы тебя вот спросили, вот самым главным секретом управления людей, вообще людьми, вот ты бы что выделил? Любить своих людей. Любить людей. Надо любить своих сотрудников, если у человека проблема, всё в жизни бывает, там, болезнь у него или у родственника, или ещё что-то случилось, там, попал родственник, сбил человека, попал, там, ну, что-то надо срочно делать, да, вот я бросаю все дела и помогаю. Помогать надо помогать. И по-другому нельзя. Надо быть честным. Но ещё раз скажу, что главное, вот мы считаем коррупцией вроде как государственные чиновники, да, коррупция разъела уже частный бизнес. Очень серьёзная проблема – это воровство в компании. И когда я говорю, что любые средства хороши, наружка, подслужка, прослушка, провокация, там, то есть, к вашему, там, не знаю, там, начальнику отдела снабжения должен приходить периодический человек и предлагать взятку за то, что у него купят подороже. Или вашего, там, начальнику отдела сбыта должен приходить человека, предлагать ему взятку за то, чтобы купить подешевле. – Скажи мне, пожалуйста, вот мотивация, что для тебя это значит? И вот любовь – это тоже мотивация? Или вот у тебя какие-то отдельные всё-таки? – Любовь, да, у меня была безумная любовь, когда я реально… мне нужно было понтоваться же, я купил себе Rolls-Royce, удвоил охрану, как я помню, ходил, там, 8 человек с автоматами, понимаешь, просто мне хотелось вот так произвести впечатление. – Со временем это ушло? – Да, конечно. Не, ну, это было какое-то… Не, но всё равно любовь, она вдохновляет, воодушевляет. Но, я ещё раз скажу, бизнес, если человек хочет сделать бизнес для того, чтобы там иметь свой самолёт или Rolls-Royce, ну, я не… наверное, может быть, он и прав, он хочет, но я больше верю в тех, которые… бизнес ради бизнеса. Это не просто цифры, это человек, спортсмен хочет стать чемпионом мира, он просто хочет. Не потому, что он себя видит в виде стали, золотой медалью, и потом его все будут любить и уважать, его покажут по телевизору, он не может без этого, это вот в крови. Чемпионами становится, понятно, что должны быть физические качества, работоспособность, всё, но и должно быть эти безумные желания, я должен быть первым. Понимаешь? То есть, и бизнес ты должен получить от бизнеса. – Когда ты утром идёшь на работу, ты чувствуешь это безумное желание в себе продолжать то, что ты делаешь? – Да, ну, правда, я сейчас довольно большое количество времени работаю дома, мне не надо идти на работу. У меня такой мини-офис прямо дома сделан. – То есть, ты просыпаешься, переходишь в ту зону? – Да, у меня сотрудники внизу, куча работы. И потом сейчас, конечно, уже даже не компьютер, телефон даёт уже такую возможность, у тебя всё в телефоне, весь твой бизнес в телефоне, все переговоры, там звонить не надо. Я, кстати, один из моих советов, не ведите устных переговоров. – Почему? – Всё в WhatsApp должно быть. – То есть, есть какая-то история. – Это подтверждение уже, потому что люди часто забывают, даже я, говорю, Андрей, как? Мы с тобой договорились, не знаю, 20 тысяч рублей в квадратный метр. Я говорю, как? 25. Он говорит, ну, посмотри в WhatsApp. – 20. – 20. – Всё, да, вопросов нет? – Всё, вопросов нет. Ну, человеческая память, человек может забыть, да, или может, условно, вы можете стать жертвой афериста. Второе – это воры ваши менеджеры, и второе – аферисты, с которыми это тоже одна из моих лекций посвящена, как с аферистами, как себя беречь. Понимаешь? То есть, какая-то минимальная служба безопасности должна быть. Вот недавно, я же создал ассоциацию «Универсум», после того, как я до полпятого просидел. Это вот, я говорю, волонтёрство со стороны крутых бизнесменов. Ну, точно, вы знаете, сейчас волонтёрство вообще-то, люди спасают животных, спасают детей потерявшихся, помогают волонтёрство в знаниях. – Да, вот у меня там в усадьбе Гребнева потрясающей, которую я люблю, огромная историческая усадьба, которую я купил недавно, сотни людей приходили абсолютно бесплатно и принимали участие в субботниках. – Слушай, очень интересно. – Да. Точно так же и я считаю. Вот я бизнес-волонтёр, который абсолютно бескорыстно, бесплатно помогает начинающим предпринимателям правильно вести свой бизнес. У меня такое, может, время сейчас такое волонтёрство, когда люди думают не только о деньгах, но и о том, чтобы какое-то там… – Что-то сделать хорошее. – Сделать хорошее, абсолютно бесплатно. Получают это удовольствие. Я даже сейчас вот создал фонд, вот только-только фонд восстановления усадьбы Гребнева. То, что пишут много людей, Андрей, я не смог прийти на субботники, хочу… – Хочу помочь. – Туда перечислить. Понятно, что это какие-то небольшие денежки, которые не сыграют, конечно, какую-то… Но человеку всё равно, ему же приятно. Я поучаствовал в основании усадьбы Гребнева. – Когда ты меня сегодня спрашивал, час ли у нас программа, я спрашиваю 45 минут, причём я всегда говорю, что эти 45 минут пролетают незаметно. Осталось меньше там двух минут. Давай вот подведём квинтэссенцию и тем людям, которые ждали и сегодня смотрели, и будут смотреть в записи, чтобы ответить на самые главные вопросы по лидерству. Всё-таки вот там раз, два, три. – Нет, даже не буду, просто скажу. – Давай. – 19-й год будет очень тяжёлый год. Но нельзя пускать руки, надо всё равно пахать, пахать. Пахать надо будет, не знаю, в 10 раз больше, думать в 20 раз больше, а зарабатывать в 5 раз меньше. Но всё равно надо, надо, надо. И я просто вижу сам, что несмотря на то, что вот эти все тяжело-тяжело-тяжело, но всё равно люди как-то крутятся, стараются. Я просто вижу, мне же очень много людей пишут. Знаешь, я вижу, что всё-таки есть надежда. – Что всё будет хорошо. – Не знаю, что всё плохо, но что всё будет хорошо. Когда-нибудь. – Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, вот мы сегодня с удовольствием проговорили про тему лидерства. Причём мы понимаем, что бизнес, вот если подведу итоги очень кратко, бизнес вообще – это драка. То есть, сегодня в России ты должен понимать… – Уличная драка. – Уличная драка. – Без правил. – Без правил. – И говорить о том, что ты занимаешься бизнесом, и всем рассказываешь, что ты бизнесом – это не бизнес. Бизнес – это то, что без чего ты жить не можешь. Это если ты проснулся рано утром, и ты понимаешь, что у тебя руки чешутся, и спишь ты 4-5 часов, и может быть, ты зарабатываешь мало, но тебе вот эта внутренняя энергия у тебя просто идёт. – Люди – это основа того, что ты должен был делать. Чтобы построить команду, нужно людей сильнее тебя, нужно уважать критиков и ценить их, избегать льстецов, уметь делегировать, обязательно контролировать. И что самое главное, я вот ещё записал на себя, основы управления людьми – это любить людей, быть честными с ними и бороться с коррупцией. И за финалем, если это всё, что вообще девиз ближайшего года – это девиз «надо». – Ну ничего, прорвёмся. – Прорвёмся. – Спасибо тебе большое. Это был Андрей Ковалёв, предприниматель, музыкант. Извини, не поговорили сегодня про музыку, только про бизнес говорили. Буквально в последние секунды твой секрет успеха? – Ну, нет его секрета. Всю жизнь мне говорят, Андрей, как можно так, с утра до ночи, а я же ещё сейчас вижу, то интернет, прямые эфиры, то что-нибудь там было. Не знаю, я был всегда таким, нет у меня секрета. – То есть, ты тот, кто есть, ты Андрей Ковалёв. – Да. – Спасибо большое. И уважаемые друзья, было очень приятно сегодня провести это утро вместе с вами. Смотрите «Бизнес Завтрак», слушайте «Радио Медиаметрикс» и приходите к Андрею на лекции по бизнесу. Пока. – Пока. Продолжение следует...